Добрый день! В эфире новости в студии Джангл Мирзаду Ишинбекова. Сегодня страна отмечает 26-ю годовщину независимости. 31 августа 1991 года Верховный Совет Республики принял декларацию о независимости Кыргызской Республики. Торжественные мероприятия проходят сегодня по всей стране. Главные торжества прошли по традиции в Бишкеке на центральной площади Аллатон. Выступая перед кыргызстанцами, глава государства подвел итоги прошедших лет становления страны, а также отметил достижения республики. По мнению Алмазбека Тамбаева, за последние несколько лет удалось решить проблемы, которые тревожили страну. Последние два десятка лет. В целом глава государства высоко оценил уровень развития страны и выразил надежду, что следующий президент продолжит путь развития государственности. Подробности в нашем следующем сюжете. Этот день независимости для Алмазбека Тамбаева последний в должности президента. Поэтому и речь глава государства подготовил соответствующую. Касалась она не столько планов дальнейшего развития, сколько подведения итогов последних семи лет. По словам президента, события 2010 года четко определили повестку дальнейшей работы. Нужно было вернуть людям веру в то, что Кыргызстан может стать стабильно развивающейся страной. По сути, нужно было, я не побоюсь сказать, практически заново восстановить кыргызскую государственность. Потому что надо было восстановить веру людей в свою страну, в свой народ, в свое будущее. И так было всего семь лет назад. Всего семь лет назад. Хочу напомнить об этом сегодня тем, кто пытается отрицать очевидное. Тем, кто называет белое черным и черное белым. Тем, кто говорит о том, что за годы президентства Тамбаева для страны ничего не было. Мы за эти прошедшие 5-6 лет решили проблемы, которые не решились в последние десятилетия. Со дня обретения независимости мы решили эти проблемы. Среди достижений этого периода становления государственности президент назвал обеспечение энергетической безопасности, ужесточение условий для инвесторов, имеющих виды на природные ресурсы, масштабная реконструкция дорог и многое другое. Особое внимание глава государства уделил решению социальных вопросов. Особое внимание, вы знаете, все эти годы мы уделяем здравоохранению и образованию. Впервые за все годы независимости средняя зарплата учителя сравнялась со средней зарплатой по стране. Впервые за все годы независимости. Мы выполняем все социальные обязательства и международные финансовые институты перестали считать Кыргызстан бедной страной. За 5 лет крайняя бедность сократилась в 4,5 раза. Глава государства выразил надежду, что следующий президент продолжит курс, взятый страной в период постреволюционного становления. Со своей стороны Алмазбек Атамбаев пообещал обеспечить прозрачные и честные выборы. Мы, конечно, обеспечим прозрачный процесс голосования и абсолютно честный подсчет голосов избирателей. Но в кабине для голосования каждый избиратель, каждый наш гражданин будет один, наедине со своей совестью. И послушайте в этой кабинке голос, а не кошелек. Послушайте голос совести. Что же касается о попытках организовать беспорядки после выборов, я хочу предупредить. По конституции мои полномочия, как минимум, будут длиться до 1 декабря. До 1 декабря. И мне этого времени, поверьте мне, с лихвой хватит, чтобы жестко пресечь любые попытки. И жестко, сурово наказать организаторов. Поверьте мне, я думаю, теперь вы в это верите. В этот раз прощать никого не будем. В заключении глава государства призвал граждан не поддаваться давлению административного ресурса. Президент подчеркнул, что чиновники, которые будут заниматься этим в период выборов, должны быть жестко наказаны. Алмазбек Атамбаев призвал народ голосовать по велению сердца и совести. Игорь Потанин, Асхат Ибраимов, Александр Симонов, НТС. Развитие наперекор всем вызовам и предрассудкам. Страна прошла этап взросления, теперь нужно ставить амбициозные цели. Кыргызстанцев сегодня с Днем независимости поздравил и лидер парламентской фракции Республика Таджурд Вамирбек Бабанов. По словам политика, в жизни суверенной страны теперь настал новый этап, цель которого стать государством прогрессивных и эффективных решений. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники, поздравляю вас с великим праздником, Днем независимости нашего Кыргызстана. Наше самое великое благо, которое мы унаследовали от наших отцов, это наш независимый Кыргызстан. Самое большое богатство нашего Кыргызстана, это наша земля, это наше государство, это наша независимость, это вы, мой бесценный народ. Наш народ веками хранил единство и построил независимое государство. Мы обязаны сохранить нашу землю, наш народ, нашу независимость, доставшуюся нам от наших предков. Мы обязаны построить великое государство Адргызстана. Пора доказать всему миру, что мы великий народ. Я с уверенностью заявляю, наша дорога – это путь вперед, путь нового, развитого Кыргызстана. Мы войдем в десятку самых быстро развивающихся экономик мира. У нас только одна дорога – вперед. У нас только один путь – успех. Пусть этот год станет годом изменений, перемен и обновлений. Пусть независимость нашего великого, развитого Кыргызстана будет вечной. Уважаемые мои кыргызстанцы. Торжественные мероприятия по случаю 26-й годовщины независимости продолжаются. На площадях и парках городов и сел идут народные гуляния, спортивно-увеселительные состязания. Праздничную атмосферу кыргызстанцам дарят артисты, вокальные и танцевальные коллективы. Театрализованные представления демонстрируют работники культурных учреждений. В парках городов организованы выставки и различные конкурсы. В столице отметим в этом году также насыщенная праздничная программа. В каждом районе столицы проходят тематические фестивали и спортивные мероприятия. А завершится праздник в Бишкеке почти в полночь на площади Аллато. Организаторы обещают традиционно запустить в ночное небо красочный фейерверк. Болот Исаев расскажет все подробности. Выступление творческих коллективов на площади началось с самого утра. В праздничной программе было задействовано более 800 человек. Торжественную часть празднования 26-й годовщины независимости республики с поздравлением горожан и гостей столицы с главным государственным праздником открыл президент Алмазбек Катамбаев. От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником страны, Днём Независимости Харгейской Республики. Иметь свою независимую страну, своё суверенное государство – это великий Божий дар, великое счастье. И мы должны ценить это и беречь нашу страну, нашу независимость, как зенит сока. По словам спикера легендарного парламента Медведбека Шеремкулова, подписавшего постановление о принятии декларации независимости республики Кыргызстан в этот день 26 лет назад, у Кыргызстана очень древняя история, в которой были взлёты и падения. Сейчас, спустя более двух с половиной десятилетий обретения независимости в новейшей истории страны, по словам Шеремкулова, можно с уверенностью говорить, что Кыргызстан – это состоявшееся государство, которое занимает достойное место среди более чем двухсот государств мира. Нам, сегодняшнему поколению кыргызстанцев, нам, гражданам сегодняшнего Кыргызстана, надо сделать очень правильные выводы из того, что было в нашей истории. Мы должны укреплять нашу государственность, мы должны развивать это государство, мы должны сохранять единство нашего народа и стабильность в нашем государстве. Искренне поздравляю всех вас с наступившим праздником. Наблюдать за праздничным концертом рядом с президентом и первыми лицами государства на почётное место были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Сегодня великий праздник для всего народа, а особенно для Кыргызстана, для киргызского народа. У нас проживает более 80 наций. Мы все дружные, всегда-всегда приветствуем друг друга. И хочу всех-всех поздравить с этим праздником. За эти 26 лет в стране произошло много изменений. Мы договорились о поставках газа с Россией. Вопрос с нерешёнными участками нашей границы с Узбекистаном наконец начал решаться. Электролинию Даткакимин построили. Теперь дорогу Север-Юг строят. Очень хорошо строят. Если будет мир, будет спокойствие, всё у нас будет хорошо. Уровень образования растёт. Теперь не так, как раньше. Экономика поднимается. Дороги строят. Город растёт. Дома строятся. Это очень хорошо. На вторых всемирных играх кочевников сколько государств побывало у нас. Какие у всех остались прекрасные впечатления. Я желаю счастья нашему народу, благополучия, развития. Вперёд, Кыргызстан! Пусть наша страна будет наравне со всеми передовыми государствами. Это вполне выполнимая задача. После торжественного открытия и выступления творческих коллективов, праздничный концерт и фестиваль «Единоборс» по различным видам спорта был организован на Старой площади. В течение дня праздничные мероприятия пройдут в парках, скверах, микрорайонах и жилых массивах столицы. Завершится празднование Дня независимости вечерним концертом на Центральной площади с участием звёзд отечественной эстрады и праздничным фейерверком за час до полуночи. Был Тесаев Александр Симонов, НТС. И пока на этом всё. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok